20 век можно считать одним из самых жестоких в современной истории. В это столетие были попорны все общепринятые человеческие ценности. Десятки тысяч людей были лишены права голоса, многие потеряли свои семьи. Кому-то было не суждено пережить этот период. Одной из самых черных страниц истории того времени считаются сталинские репрессии 30-40-х годов. Невольным участником этих страшных событий посвящен новый спектакль Восточно-Казахстанского областного драматического театра «Алжир» «Психологическая драма» об Акмолинском лагере жен изменников Родины. Мы, осуждены, как члены семьи изменников Родины, народу будет легче держать без вас! Не женщины, а члены семьи изменников Родины. Так рассуждает о прибывших в лагерь заключенных надзиратель. По логике начальника, тоже не по доброй воле назначенного на эту должность, Если не называть узниц людьми, то это дает карт-бланш на бесчеловечное отношение к ним. Если жалость у вас к женщине, если бы на этом месте была твоя мать или сестра? Если юные девушки и взрослые женщины – это супруги врагов народа, то их можно мучить, жестоко допрашивать, пытать, избивать, насиловать, оскорблять, заставлять выполнять непосильную работу и, конечно же, молчать. Что вы себе позволяете с... Карпат! Страшно ощутить себя в этом, побывать в этом, окунуться во все это и на своей шкуре, так сказать, вот это вот, испытать вот эти издевательства, вот это вот, все вот это, несправедливость, главное, что от несправедливости. Ведь если виновен, так виновен, как-то более-менее, наверное, легче как-то переносить это, не знаю, может быть, а когда просто ни за что вот так вот подвергаются люди таким, в отрыве от семьи, от детей, главное, это ужасно, конечно. Автор сценария и молодой режиссер-постановщик Абай Даулетула готовил эту пьесу с прошлого лета. В качестве источников использовал архивные документы, документальные фильмы, рассказы людей, чьих семей коснулась трагедия, а также посетил мемориально-музейный комплекс памяти жертв репрессий в селе Акмол. В постановке приняли участие артисты всех трех трупп театра – русской, казахской и молодежной. Помимо традиционных театральных репетиций, режиссер готовил актеров морально. Ведь спектакль эмоционально непростой и психологически тяжелый. Все для того, чтобы как можно более натуралистично продемонстрировать нелегкую судьбу заключенных женщин. Во время читки мы вначале проходили, потом просил я наших конвоеров, то есть мужчин, которые играли конвоеров, охранников, чтобы они матерились во время читки, чтобы женский слух уже к этому привыкал. Потом я проводил психологические тренинги, чтобы актрисы, и мне было тяжело, чтобы они привыкали к этому состоянию, и заставлял мужчин кричать на женщин, то есть толкать. Ну там всякие есть тренинги, которые мы проводили. В результате действия на сцене не может оставить равнодушным, пожалуй, никого. Актеры – и женщины, и мужчины, которым достались не менее сложные роли истязателей, заставили зрителей сопереживать, задуматься и поразмышлять. Мы не играли, мы старались жить, мы жили, потому что это невозможно, это играть. Когда идет исторический спектакль, это не получится сыграть. Нужно искать, нужно копать, нужно изучать и вместить в это короткое время всю боль, всю эту, всю эпоху, все, что они там пережили. Это ужасно, не дай бог, чтобы это повторилось, не дай бог. Я хотел показать это, то есть нынешней молодежи, что было в то время такое горе, чтобы нынешние поколения даже, чтобы старшие поколения, чтобы не забывали об этом, чтобы помнили, что это наше прошлое, нельзя об этом забывать. История эта всегда актуальна. Ее нужно помнить, даже если от некоторых фактов бросают в дрожь. Если закрыть глаза и постараться не обращать ни на что внимания, ничего вокруг не изменится. Но память о трагических событиях позволит никогда больше не повторять страшных ошибок. Анна Куцарева, Ерсен Сетибаев, Алтай Ахпарат.